Анонимно, быстро и бесплатно Лида Могушкова сегодня узнала об акции «Тест» на ВИЧ-экспедиция 2020. С интересом послушала и подчеркнула для себя немало полезной информации. Считает, что такую злободневную тему, как ВИЧ, избегать не стоит. Узнать свой ВИЧ-статус – это не то, что не стыдно, это долг каждого. То есть весь мир борется уже на протяжении многих лет с этой болезнью. И хотелось бы призвать нашу молодежь не стесняться и обязательно пройти тест. Мобильные лаборатории ВИЧ-экспедиции 2020 за шесть дней посетили пять городов в Ингушетии. Малгабек, Сунджик, Арабулак, Магас и конечной точкой стала Назрань. На закрытии присутствовали зампредседателя правительства Ингушетии Мария Мамриева, замминистра здравоохранения Газдеева Лиза. Они выразили благодарность группе за неоценимую помощь. Заболеваемости ВИЧ-инфекции. И действительно, в нашей стране делается очень многое для того, чтобы нивелировать эту угрозу, чтобы действительно уменьшить масштабы заражения. Один случай, выявленный на раннем этапе заболевания, инфицирования, является очень важным моментом. Главная цель всероссийской акции – это информирование населения по теме ВИЧ-спид, а также снижение дискриминации в отношении заболевших. Ведь пока участник сдает тест, опытный психолог экспедиции проводит беседу на тему иммунодефицита человека. Главврач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом такую тактику считает наиболее эффективной. Люди узнают больше, особенно молодежь, что такое ВИЧ-инфекция, пути передачи, как уберечь себя от ВИЧ-инфекции. Это очень значимые моменты, когда акции такого масштаба, именно всероссийского значения, проводятся на региональном уровне. В общей сложности в республике около 200 человек узнали свой ВИЧ-статус. По словам психолога, такие цифры связаны с тем, что подобная акция в Ингушетии проходит впервые. Удалось собрать максимальное количество врачей, потому что, на самом деле, это одна из трудностей этого года, этого этапа экспедиции, то, что из-за коронавирусной инфекции большая загруженность и мало удается, где собрать такое количество врачей для участия в информационных семинарах. То есть, у нас есть такая видимая часть – это тестирование населения, именно профилактика, пропаганда здорового образа жизни. И еще есть очень важный такой методический аспект – это вот обучение специалистов. И в республике оно прошло на очень высоком уровне, удалось собрать максимальное количество и студентов, и специалистов первичного звена. Это замечательно. Масштаб акции в этом году беспрецедентный. 45 регионов, 216 населенных пунктов и полгода в пути. С июня по ноябрь. Далее мобильная лаборатория отправляется в Чеченскую республику. Хава Гайзикова, Хас Магомед Майсигов. Новости 24. Далее мобильная лаборатория.